всем привет сегодня у нас среда 4 так 4 октября так приехала с перевезки так время 12.35 у первого сегодня общем раньше приехал перевязки никуда не заходила поэтому бегом-бегом домой ночью туда туда на машине муж меня отвез туда обратно уже своим ходом его там на работу вызвали как всегда вот так получилось при мне прям раз позвонили ну думаю ладно сама доберусь ничего страшного приветик все у меня хорошо настроение нормальная не его правда вчера кто-то подпортил такая неприятная история получилась кто-то написал мне кучу гадостей но я там начала тоже на всех бросаться на кого надо на кого не надо так сказать вот как-то так получилось тоже не очень хорошо ну ладно наверно просто не надо как-то реагировать мы самой там поменьше писать глупости всяких тоже не реагировать не вестись так сказать все все у меня хорошо съездила на перевязку народу сегодня там никого не было еще я приехал там вообще никого в коридоре там одна женщина вышла и пока я думала можно заходить или нет женщина там одна вышла я зашла сразу почти там еще одна сидела там по двое вызывают как-то быстренько отстрелялась поехала домой теперь мне в пятницу ехать в этот на перевязку а потом понедельник или вторник принципе он сказал в любой день на выбор говорит но мне там понедельник к врачу причем там конкретное время на пол двенадцатого я могу не успеть если оттуда буду ехать другого конца москвы он сказал наверное во вторник можно во вторник мне тоже к врачу там врач до двух принимает там я успею по-любому тем более у меня талон будет дополнительный в живую очередь я так не успела там записаться он не сказал запишитесь но я что-то сначала меня автомат не записывал потому что я только от врача вышла и он сразу не записывает потом из дома я уже не дозвонилась туда можно было конечно работу девкам звонить попросить чтобы меня записали но мне как всегда не охота никого беспокоить лишний раз как говорится ладно также приеду как прошлый раз возьму талончик живую очередь как-то так так ладно тут как всегда бардак потом включу что у нас там на улице сегодня вроде потеплее кстати 10 градусов москве в области ближайшее подмосковье сегодня погодка получше хотя дождь вроде обещали сейчас посмотрим что там с утра было 3 градуса так а сейчас вот пришел ко мне фелька давай поосторожней тут на окне там хорошо время счет часа нет я уже дома сегодня никуда больше не надо убрала убраться я вчера убралась кстати в квартире мне там осталось только зеркало ванной помыть и протереть я не успела вчера ну может раковину еще почистить ванну сейчас смотрю а так вроде дома порядок сейчас тряпка пробегу с пыль еще протру с полок там со всех это на полчаса одела вчера не успел немножко ну просто уже не охота было заморачиваться хорошо как свежий воздух вот хорошая погода сегодня солнышко вот было с утра немножко сейчас уже не видно уже пасмурно наверное дождь будет к вечеру с утра так хорошо было если бы не больницу можно было бы в лесу погулять ходить там еще красота такая лес какой желтенький красивый ну что филимон что скажешь выспался филимон смотри поосторожнее там как нет шатландские словах вот этот надо аккуратно разворачиваться иди лучше на балконе гуляй там безопасно я что-то начала рассказывать в понедельник и на свою бывшую работу и так и забыла и не рассказывала это на бывшую работу заходила прошлый понедельник да с понедельник 7 среда на бывшую работу зашла но я там уже не работаю года три наверное да я оттуда ушла в небре 14 так получилось что-то кто-то там жалобы на меня накатал там я на кого-то кафнула на меня жалобу короче накатали вот я психанула поехала увольняться а меня оставили там главной поликлинике сказали сказали зачем увольняться у нас работать некому давай к нам перевели меня там другой филиал ну ладно чушь теперь уволиться я всегда успею я конечно понимаю что на этой работе вечно не буду работать сейчас вот если вернусь поработаю еще года полтора а там уже посмотрим там уже так может получиться что со мной будут каждый год договор заключается там с какого-то определенного возраста уже мало того что ты комиссию каждый год проходишь ты ее можешь не пройти просто могут не подписаться если будешь часто болеть там больничный брать но я медкомиссию только-только что прошла у меня допуск к работе есть я как раз вот перед тем как лечь больницу подписала медкомиссию допуск к работе что я такая все здоровая себя могу работать в общем на следующий год у меня допуск есть к работе но вот сейчас я приболела тут немножко не главное сейчас не засиживаться долго на больничном то есть вот я десятого наверное закрою больничный единственная проблема что 9 я иду там другому врачу и меня могут там больницу еще на неделю положить уже наверно в другую больницу потому что этот диспансер он относится к 62 больнице это вот как раз та больница где я хотела лечиться у меня там не приняли но отказали так как я в области прописан и вот теперь я значит опять прикрепилась к диспансеру они относятся вот к той больнице в которой меня нафиг уже посылали раз мне опять надо придется туда ехать по поводу еще сначала одно лечение проходить а потом по поводу второго туда же 62 не за примут они меня там нет вы не примут буду здесь у себя дома долечиваться по месту жительства я уже это проходила все 10 лет назад долечивалась по месту жительства ничего страшного больничка у меня вон сколько тут метров 100-200 но она под окном хирургия больничка там будут долечиваться если что одно лечение там точно есть а вот второе где проходить не знаю лучше конечно вот эта больница рядом мне почему-то 62 хочется больше во первых чтобы сюда попасть не побегать придется это же геморрой целый полис менять перекрепляться к поликлинике заявление от отеки писать геморрой целый а там я сейчас на учете стою больничный продлеваю мне проще 62 поехать пусть далеко ну тут на маршрутке 45 минут ехать от метро тушинская она за городом в лесу больница 62 я как-то ездила туда летом меня там не приняли главное карту завели причем такую карту электронную пластиковую дали лечить не стали так сказать отказались операцию делать тоже геморрой какой-то в одном месте можно в другом нельзя чертичу ладно то что осталось тут пройти не это ерунда по сравнению уже основное уже позади так сказать где долечиваться мне без разницы единственное что вот этот вариант нам для меня лучше что не перед работой на лечение бегать а проще лечь на недельку все сделать как положено в общем неделю в больнице 3 на работе я вот так вот хочу сделать ну оно и так по-другому у меня и не получится мне уже предупредили что в дневной стационар меня не примут диспансере не положено в общем по моему полису меня могут только больницы лечить в стационаре только непонятно тогда почему они меня на операцию не взяли в стационар тот же то есть вообще долечиваться значит можно операцию делать нельзя 10 лет было наоборот операцию я сделала было можно долечиваться по месту жительства сейчас получается все наоборот у меня получается то есть на операцию они меня не взяли долечиваться я буду у них очень оригинально то так то эдак каждые 10 лет новой порядке задолбали с этой медициной главное налоги платить я могу московский бюджет а лечиться я не могу а лечиться значит ты там по месту жительства долечиваться совсем уже охренели полис московский работаю в москве вот чё прикопались ко мне действительно налоги плачу в москве между прочим они по месту жительства чёрте что вообще придумали ладно бы я там с какого-то мухосранск приехал чё-то бы хотела бы здесь ходил живу здесь работаю здесь нет докопались до меня не только до меня там до всех докопаются у нас одна на работе вынуждена была к подруге прописаться в москве хотя живет там вообще рядом с этой 62 больницей еще ближе чем я в одном районе чёрте что вообще придумали с этой медициной порядка нет бардак какой-то сама вот работаю возмущаюсь без конца ну ладно у меня то вроде уже обошлось как говорится можно уже не возмущаться надо вот сейчас долечиться как-то тут и все так ладно надо делами заниматься сейчас наверное попью кофейку доделаю уборку тут кто-то подоконник споганил это я тут ногти красила измазала весь подоконник не умею аккуратно ничего делать руки что ли не оттуда растут откуда-то теперь вот это так просто не отмоешь это надо чем-то специальным завозю кололаком весь подоконник плиту опять загадили сейчас надо отмыть специальной жидкостью для этого вот стекла керамики подгорает все-таки пачкается плита стеклянная хоть какая все равно пачкается надо аккуратно ну когда что-то жаришь там все равно летит брызгается все надо отмыть сейчас так ладно пойду я пить кофеюк займусь делами так завтра четверг завтра мне никуда не надо слава тебе господи в пятницу еще съездим и все там опять два выходных в субботу опять в кино идем салют 7 фильм про космос а потом через недельку две я не знаю когда там выходит фильм Матильда не помню кто снял надо будет сходить посмотреть там что-то про царя наверное да про царские времена там что-то про царя Николая что ли Александра что-то не знаю там наверное съемки велись в Питере в Эрмитаже я обязательно схожу посмотрю там вот в фильме мне нравится когда вот фильмы всегда смотрю иногда из-за Питера только то что Питер показывают вот мы как-то ходили фильм Дуэлянт смотрели там тоже в Питере снимали там правда что-то как-то переборщили они мне ну в этом фильме что-то показали как будто Питер такой грязный город грязище такая а так фильм еще интересный фильм Дуэлянт потом не знаю еще какой-то сейчас много хороших фильмов вышло смотреть не пересмотреть то вообще смотреть нечего то выходят один за другим еще какой-то фильмы там хотели посмотреть я уж не помню много хороших вот Крым кстати посмотрели хороший фильм тоже ну так можно разок посмотреть да ну мы так вот когда хорошие фильмы выходят мы смотрим ходим как-то давно ходили этот фильм Севастополь смотрели потом еще какой-то похожий фильм в общем много всяких интересных в кино уходим до театра дело не доходит кстати я бы с удовольствием в театр сходила ну что-то до театра мы что-то никак не дойдем надо сходить кстати последний раз была года три назад в этом МХАТ имени Чехова там на Тверской переулок какой-то не помню какой там ходили года три назад вот вроде сходили так интересно все понравилось что-то вроде даже хотели почаще ходить но не получается почаще это уже три года прошло опять никуда не ходили надо как-то собраться сходить куда-нибудь что-нибудь посмотреть надо в интернете сейчас полазить посмотреть что там идет ну хороший театр не так просто попасть еще ну вот в МХАТ хотя я бы еще раз сходила еще куда даже не знаю билеты еще достать не так просто ну можно конечно попробовать сейчас через интернет же можно может что-нибудь получится на работу выйду вообще как ходить там тоже могут быть проблемы с работой как потом ходить ну ладно ну ладно всем пока-пока в общем кого там обидела я извинилась наверное не права была начала там тоже на всех бросаться кто-то там что-то мне написал а я там что-то не разобралась начала тоже на всех там бросаться никого не попадя ладно проехали ладно всем пока-пока до встречи